Мартина Штруц, вообще анекдотическая была ситуация или драматическая, кому как больше нравится. На время ее попытки пошел дикий ливень. Она прыгнула, взяла и ливень закончился. Вот такая погода в Хельсинки. Но сейчас дождик идет, но он уже не настолько трагичный, как во время исполнения попытки Мартины Штруц. И она выходит на второе место, показывая лучший результат сезона. Ну а у нас здесь представление участниц бега на 200 метров. Это уже понятно. Финал, тоже все мерзнут, никому не хочется бежать. А бежать надо, потому что розыгрыш комплекта наград. Итак, Эмилия Самуэль Нидерланды. Выступала на чемпионате мира среди юниоров в 2010 году. Ей 20 лет и сейчас возраст позволяет еще среди молодежи выступать. Завоевала бронзовую награду на дистанции 100 метров и бронзовую на дистанции 200 метров. Вот такой успех. Элина Артемата, киприотка на второй дорожке. Мария Ремень, украинка. Тут вообще три украинских девушки в финал прошли. Конечно, это здорово. Второй призер чемпионата Европы в зале 2011 года. В эстафете стала чемпионкой Европы в 2010 году. Дафни Шиперс Нидерланды. Четвертая дорожка Марьям Сумар. Ну вот, наверное, это главная претендентка на золото. Она приехала сюда в ранге действующей чемпионки мира и будет подтверждать это звание. Виктория Питаченко. Надо сказать, что новое имя в европейской легкой атлетике. Пока она больших успехов не добивалась, сейчас можем уже сказать, что она финалистка чемпионата Европы. Кристина Стуй, украинка. Третий призер чемпионата мира 2011 года в эстафете. В индивидуальном первенстве добивалась только одного успеха. Пятое место чемпионата Европы в помещении 2011 года. Понятно, что речь не идет о дистанции 200 метров. И Джоана Дануа, француженка, финалистка чемпионата Европы среди молодежи 2009 года на восьмой дорожке. Ну, борьба предстоит нешуточная, потому что аж 4 спортсменок, да нет, 6 спортсменок, да нет, 7 спортсменок, за исключением Артематы, выбегали в нынешнем сезоне из 23 секунд. Ну, не сладко будет той же француженке Марьям Сумар, которая бежит по пятой дорожке, не сладко, потому что есть та же самая, пожалуйста, Виктория Пятаченко, которая имеет в этом году повыше результат, 22,71 секунды. Мария Ремень практически копеечка в копеечку, 22,72, уровень один и тот же, и между ними вот Шиперс и Сумар. Ну, давайте посмотрим, что изобразят, вы знаете, явного фаворита, такого, как, скажем, Кристофер Леметер, который выиграл здесь на дистанции 100 метров и, конечно же, будет участвовать в эстафете, и в первом раунде принимал участие в эстафете 4 по 100 метров. Ну, повторить Леметеру свой успех двухлетней давности, когда он завоевал три золотые награды чемпионата Европы, здесь уже не удастся. Он не участвует на дистанции 200 метров. Ну, слава богу, все обослось без фальстарта, бежать надо на полную мощь, Кристина Стуй уже тут подтягивается. Нет, Сумар, посмотрите, отлично бежит француженка, рядом с ней Шиперс тоже не дает спуску, будут накатывать украинские. Мария Ремень, ремень, вернее, ремень, просит она себя так называть, и что, выигрывает? 23.05. Ну, скромный результат, правда, ветер, посмотрите, встречный. 1,3 метра в секунду мешал, конечно же. Ну что, Мария Ремень празднует в обеду, кого показывают? Не ту. Не ту. Вот эту. Вот эту. Мария Ремень, да, 23.05 секунды, Кристина Стуй, 23.17, ну, а хваленная нами француженка, всего лишь третья, 23.21 секунды. Виктория Пятаченко, тоже, я считаю, большой успех ее впервые в жизни у украинки, она четвертая, результат 23.25. Это вот, знаешь, тот самый случай, когда четвертое место не обидное, а даже очень хорошее. Дебют на таких крупных соревнованиях, и уже четвертое место. Оль, первое, второе, четвертое места украинской команды позволяют говорить о силе эстафетного квартета. Ну, все-таки на европейском уровне, понимаешь, Леш? А мы, в общем-то, на чемпионате Европы. Правильно, это мы сейчас на чемпионате Европы, а все-таки рассматриваешь его через призму. То есть ты любую фразу рассматриваешь с точки зрения олимпийского финала. Да, 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 да. Конечно, там другие есть люди. Ну что ж, вот такой вот был расклад. Кстати сказать, украинская сборная была на прошедшем чемпионате мира бронзовым призером. Так что вполне конкурентоспособная. Вот, обратите внимание, одна из девушек, по-моему, это Кристина на седьмой дорожке, представительца Украины. Она после финиша, я не знаю, если покажут это, вынуждена была убежать прямо вот туда, вот в микс-зону. Потому что виража, резерва, куда можно спрятаться и не разломать ноги, его нет. Вот на этой камере, наверное, не видно. Там, где можно тормозить, да? Да, тормозить абсолютно некуда. И она между фоторепортеров, вот сейчас вот видите, вот сейчас вот на ближнем плане у нас она, Кристина Стуи. Она как раз и убежала вообще. В коридор, слава богу, выбралась живой. А негде. А них. Негде. Вообще могли бы поставить такие специальные маты-отбойники, которые делают такие еще пружинищи на финише во время короткого спринта в манежах в легкоатлетическом.